Говорят, что улыбка лучше макияж, поэтому, дорогие друзья, улыбайтесь. А если день хмурый и кажется, что сегодня уж точно не до улыбок, мы с вами поспорим. Повод улыбнуться можно найти везде. Это точно. Чтобы не оставаться голословными, мы подкрепим наши суждения позитивными новостями. Это обычная ферма в городе Поплервиль, штата Миссисипи. Но, как оказалось, здесь живет уникальная белая лошадь с голубыми глазами. Таких разводили индейцы племени Чокта, жившие в долине реки Миссисипи. Считалось, что в этой местности этих лошадей не осталось. Лишь несколько сотен сохранилось в штате Оклахома, куда индейцев выселили в 19 веке. Это принудительное переселение, известно как «дорога слез». Первым ею прошло племя Чокта. В пути погибли или были проданы тысячи лошадей. Единственного в Миссисипи жеребца Чокта обнаружили в 2005 году. К Поплервиль приехал эксперт в надежде найти домашний скот, ведущий свою историю с колониальных времен. К своему удивлению, он выяснил, что овцы на ферме Браунов происходят от тех, которые завезли испанские завоеватели. Но еще больше сюрприз ждал исследователя, когда он увидел белого жеребца. ДНК-анализ подтвердил, что он потомок лошадей Чокта. Индейцы вывели эту породу после того, как в 16 веке конкистадоры завезли лошадей в долину Миссисипи. Сначала их использовали как вьючных животных и брали на охоту. Женщины, занимавшиеся переработкой мяса, смогли перевозить его на лошадях. Лошади индейцев славились неприхотливостью, выносливостью и умом. У них были большие глаза с ясным взором. Зимой многие эти животные питались тем, что могли найти в сосновом лесу и на прибрежных равнинах. Поэтому они могут выживать там, где не выживут лошади, которых сейчас разводят для продажи. Ферма, на которой нашли редкого жеребца, принадлежит семье Браунов с 1881 года, а лошади здесь появились еще раньше. Охрана животноводства называет их местной породой, потому что они живут здесь очень давно. Они самостоятельно развивались еще до того, как сельское хозяйство встало на ноги. В прошлом году на ферму в Попларвиле за Клахом и привезли несколько кобыл чокта. Теперь здесь подрастает аж шестеро жеребят. Я хочу, чтобы их род продолжался. Думаю, это и есть семейная традиция. Некоторых жеребят перевезут в Аклахому, некоторые останутся на ферме. И все они помогут восстанавливать породу чокта. Это Зорро. В его жилах течет кровь Бордер Коли и Спрингер Спаниэля. Но в отношении этого пятимесячного щенка чистота породы не главная. Его миссия – выучиться на собаку-ищейку и помочь спасти австралийских сипух на острове Тасмания. Считается, что этих совообразных птиц здесь уже меньше тысячи. Ученые беспокоятся, что из-за вырубки лесов исчезнутые оставшиеся. Изменить это можно, если не заготавливать лес в местах обитания австралийских сипух. Но вот найти птиц чрезвычайно сложно. Нужен способ точно определять место обитания австралийских сипух. Пока не появится такая методика, мы не сможем правильно распоряжаться лесами. Задача по поиску птиц ляжет на Зорро. Его обучают разыскивать остатки пищи, которые отрыгивают сипухи. Птицы переваривают пищу, а потом отрыгивают ее частички. Они немного похожи на шарики кошачьей шерсти и состоят из меха, косточек и мяса маленького животного. Пока щенок тренируется, поиском сипух занимаются люди. Я очень расстроен. Дело в том, что я провел 850 обследований местности и нашел сипух только 30 раз. Собака-ищейка изменит правила игры. Во время обучения Зорро будут возить в Квинсленд. Там обрести нужные навыки им помогут специалисты, которые натренировали первую в мире собаку, разыскивающую коал. Когда Зорро успешно сдаст экзамены, сразу начнет выполнять свою важную миссию. Первая половина нашего понедельничного выпуска позади. Узнаем, что будет во второй части программы.